Как ты относишься, кстати, уже, давай, к дембельским аккордам? Помнишь, когда Петя взял 25%, начали там на Фейсбуке себе там такие рамочки клеить, и я заметил настроение в обществе о том, что 20, ну, какой-то каждый пятый, каждый там шестой, хотел, чтобы у него не получилось, понимая, что вот, что вот, в принципе, и там были образованные люди. Вот как это понимать? Ты знаешь, я о нем вообще не хочу говорить. Вот веришь мне, я все о нем уже сказал. Не, я не про Петю, я про людей. И про людей, которые все, что с Петей связано, это плохо. Все плохо. Вы личный человек и жадный. У Вали бабушка, это моя супруга, у нее бабушка, она 2 года назад умерла. И дожила до 90 с копеек. И как-то я ей поставил Петю, раннего Петю еще, еще только-только он стал президентом. Она такая смотрит, смотрит. А, ну, расповедай. Она такая уже так прищурена на один глаз сидела, потому что у нее сколиоз там ударил. Она не вставала уже много лет. Такая пауза, потом такая, тики брэши все. Я ему напомнил одну историю пару лет назад, Петру Алексеевичу. Яхта такая отходит от почтовой площади. Год, наверное, 2000-2001. На яхте Александра Зинченко. Человек, которого я безмерно уважал, между прочим. Вот это грандиозный политик был, грандиозный человек, умница. Виктор Король, один из лучших следователей Украины, генерал. Петр Порошенко. Игорь Плужников, хозяин Интера. Хороший человек был очень. Когда уже посидели хорошо, под Днепру мы идем, мы вышли с Плужниковым наверх, на воздух. И он мне говорит, это я Петру Алексеевичу рассказал, мы долго смеялись. И он мне говорит, сейчас с нами на яхте будущий президент Украины. Я говорю, кто? Говорит, я только. Будущий президент Украины с нами таки шел тогда по Днепру. Это был Петр Алексеевич Порошенко. У меня с ним разные истории были, интересные. Иосиф Давыдович Кобзон, когда приезжал в Киев, у нас ритуал был, я его всегда встречал. А в тот раз поехали на Владимирскую, как этот ресторан назывался, напомни, там, где полукруглый офис, где Коломойский сейчас, вот рядом. Я понял, в да Винчи фишкал. Да Винчи, правильно. Говорит, поехали в да Винчи, поехали. У меня как раз сын родился, вот, отпразднуем. И звонит Порошенко как раз на Иосифа Давыдовича мобиль, надо встретиться. Иосиф Андреевич говорит, нахер он нам нужен? Я говорю, ну неудобно, он депутат там был тогда. Это 2001 год, ноябрь. 28 ноября сын родился как раз. Я говорю, да неудобно, нормальный же человек. Говорит, так что его с собой возьмем? Говорит, ну да, пригласите, конечно. Он его приглашает тоже. У Петра Алексеевича сын родился на день раньше. И мы весь вечер сидим и отмечаем рождение наших сыновей. Да, есть что вспомнить. Жалко, что так с ним получилось. Очень жалко. Я думаю, он сам не понял всего этого.